всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду читал я тут на днях одну книжулю и мне в тексте попалось творожное кольцо и так сильно захотелось что я тут же решил его приготовить основная сложность таких рецептов в моих условиях добыча творога или творога он продается у нас только в русских магазинах а до ближайшего мне пилить 15 километров короче сразу рванул за продуктами представляете как приспичило приготовил было очень вкусно но у меня руки крюки поэтому внешне это выглядело ну как бы это помягче сказать ну скажем так неаккуратно так что я решил повторить свой опыт для набивания руки и вам показать может кто-то из вас тоже сподобится чем черт не шутит для творожных колец нужно заварное тесто с ним никаких проблем нет абсолютно вода немного сахара чуть-чуть соли сливочное масло и все это надо довести до кипения ну и пока это смесь греется на калачу яиц тесто их надо добавлять по одному при постоянном вымешивании так что удобнее сначала освободить их от скорлупы между тем тут уже все кипит пора добавлять муку и сразу убавляю нагрев до самого слабого перемешивать удобно деревянной лопаткой кастрюлю нужна с толстым дном теперь нагрев совсем выключаю и продолжаю помешивать подсушивать тесто до горячем не этой толстодонной кастрюли минуты 3-4 примерно обращать внимание на дно видите когда появляется и такая пленка из теста значит все отлично подсушилось теперь надо дать ему немного остыть примерно до 50 55 градусов это когда она еще очень горячая но болевых ощущений не вызывает напомню что болевой порог 64 градуса если сразу яйца добавлять то они могут попросту свариться я пока займусь кремом для начала нужно сахар с маслом сливочным растереть на самом деле лучше брать и сахара сахарную пудру но мне лень возиться ее делать тем более сахар у меня очень мелкий так что пойдет и так взбивать можно миксером венчиком как вам удобнее у меня есть вот такая силиконовая насадка взбиваем до тех пор пока масло не станет белого цвета кстати тесто уже остыло можно продолжать сейчас ввожу сюда яйца по одному напоминаю старательно вмешивая каждое на первых этапах это довольно тяжело но с каждым следующим яйцом все пойдет легче и легче всего но возьмешь тестом уходит минут десять-пятнадцать от силы это от начала готовки до завершения быстро короче видите она абсолютно готова отлично что там с маслом с ним тоже все в порядке эти теперь надо добавить творог и ваниль у меня ванильный экстракт но пойдет и ванильный сахар и ванилин что найдете короче вообще-то творог положено через сито протереть но с таким мощным агрегатом как у меня и бесит все будет отлично мне надо тесто переложить кондитерский мешок и осадить его на противень насадку мешок в зубчатую такую вот запихаю перекладывать тесто проще посадить мешок высокий и широкий стакан у меня такой блендер прилагался на противень бумагу для выпечки со мной и сразу чтобы не скручивалась вот сейчас самое сложное в рецепте для меня попытка аккуратно озадить тесто кстати там начинку же готов отлично ну приступим помолясь без опыта я вам доложу но очень геморрой и занятия прям вот очень черт знает что на привыкли руки топорам выпекаю в предварительно разогретой духовке температура 200 220 и верхний и нижний нагрев по времени печь надо ориентируясь на внешний вид разные духовки пекут по-разному и помните лучше перепечь чем недопечь потому что недопеченные после вынимания из духовки кольца могут осесть крем заранее переложу в кондитерский мешок в этот раз одноразовые возьму запихал мешки в один из шкафов на силу сейчас нашел лет кстати с алиэкспресса удобно чтобы они одноразовые дешевые мыть не надо ссылку если забуду повешу в описании всего у меня на выпечку ушло где-то 25 может быть 27 минут более того я им дал уже остыть и теперь надо разрезать нож для этого дела лучше брать сейтерным лезвием ну и остается заполнить кольцо кремом а В этот раз чуть-чуть поаккуратнее, но тоже, ну вы сами видите, да, кривота та еще. Но вы знаете, на вкус не влияет, раз от разу все аккуратнее, аккуратнее получается. Так что, вот кофеек, под хороший колечко, поедать, конечно, нужно где-нибудь там в стороне, потому что очень по-свински получается. Очень нежно, дико калорийно, но, блин, безумно вкусно. Посмотрите, сколько здесь этого крема, а. Вы же прекрасно понимаете, что где-нибудь в магазине, в какой-нибудь родительской, вряд ли он столько крема положит. Ой, вкуснотища. Огромное спасибо за компанию, за лайки, без лайки, за репосты. Попробуйте, ничего сложного. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!